Всем привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами поговорим про полезные продукты для кишечника. Напоминаю, что при проблемах с кишечником может быть усталость, изжога, потеря аппетита, диарея, ментальное такое состояние не очень хорошее, непредремеренная потеря веса, затруднение глотания. И очень-очень часто эта история связана с желудочно-кишечным трактом. Никто не знает о том, что если с кишечником не в порядке, то это может приводить к не очень хорошей качественной картинке. Соответственно, что вызывает проблему с кишечником? Первые моменты вы должны уяснить и запастись для себя вниманием. Недостаток воды. Вода нужна не только для здоровья, но она помогает очищать весь желудочно-кишечный тракт. В частности, вода смягчает стул и предотвращает запоры. Что еще более важно, вода расщепляет пищу, помогает желудочно-кишечному тракту быстрее и эффективнее усваивать питательные вещества. То есть без воды все эти процессы начинают быть не очень качественными. Другой момент простой избыток сладких напитков приводит к ужасным историям расстройства кишечника. Другой момент обездвиженность. Движение это жизнь. Отсутствие любых физических нагрузок отрицательно на здоровье ЖКТ. Кроме того, это история образования геморроидных узлов. Если не двигаетесь, начинаются застойные процессы, начинается геморрой и самочувствие прям такое становится не очень. Еще один важный момент. Не все его знают, но сейчас я скажу. Есть люди, которые имеют неблагоприятную генетику. Многие иммунные и аутоиммунные желудочно-кишечные расстройства имеют наследственную природу. К счастью, в большинстве случаев они просто предрасполагают вас к болезни. Это не означает, что именно вы обязательно заболеете. Но болезни крона, язвенный калит, целиакия и другие кишечные заболевания серьезно есть записаны в генетике. То есть по генкоду. Если вы чувствуете дискомфорт, затрудненное глотание, изжогу, диарею, запор, тошноту, потерю веса. То вот вам, что нужно будет включить в свои привычки, чтобы это все изменилось. Продукты, содержащие пробиотики, помогают улучшить состояние микробиоты и повлиять на иммунную функцию, чтобы получить максимальную пользу от пробиотиков. Ешьте эти продукты обязательно комнатной температуры и, соответственно, думайте о своем состоянии. Кефир обязательно делать дома. Можно купить лактобактерии на iHerb или на озоне. И очень круто работает в смузи, в другие какие-то вещи. Можно делать дома. Пробиотики основной компонент ферментированных продуктов. Они могут быть легко добавлены в салаты, бутерброды. Или могут, в принципе, быть употреблены сами по себе. И здесь мы с вами говорим о квашеной капусте, о кимче, о чайном грибе, о сыре. Состав мягких сыров идеален для доставки пробиотиков в желудочно-кишечный тракт. PH сыра влияет на способность пробиотиков выживать в кишечнике. То есть, некоторые сыры, правда, замедляют усвоение других минералов. Пробиотики. Они очень важны. Это растительные волокна, которые помогают быть здоровым бактериям там, где нужно. И сюда мы относим и чеснок. Это трава, которая придает ароматы, питательные вещества продуктам. И лук. Лук богат пробиотиками, антиоксидантами, флавоноидами, соединениями, которыми помогают предотвратить рак и другие хронические заболевания. Лук содержит инулин, который укрепляет здоровье кишечника и укрепляет иммунную систему. Если мы говорим про бананы. Бананы содержат различные витамины, минералы, клетчатку. В том числе небольшое количество инулина. Этот продукт тоже важен для здоровья кишечника. Если мы говорим с вами про спаржу. Это не крахмалистый овощ, который можно добавить в ежедневные блюда. И соответственно он супер в моменты борьбы с организмом, с какими-то бактериями. Соответственно бифидобактерии помогают пищеварению и стимулируют иммунную систему. Если мы говорим с вами о клетчатке. Клетчатка играет огромную роль в виде пищевых волокон. И сразу профилактика различных эмоциональных, физических недомоганий. Авокадо продукт богатый тоже клетчаткой. И необходим питательными веществами. Такими как калий и авокадо супер овощ, который профилактирует даже онкологию. Листовая зелень, о ней молчу. Немного клетчатки. И соответственно она помогает развивать идеальный микробиом. И жидкость. Ребята не забывайте пить жидкость. Все что можно исключить. Жареные, жирные, алкогольные напитки. Я надеюсь вы это уже сделали. Здоровья вам крепкого. Напишите какие продукты используете вы. Мучились ли вы когда-то таким вопросом как нездоровье кишечника. И были ли у вас какие-то дискомфортные симптомы. С вами я Алена.